Название моего сообщения и моя задача обсудить с вами развитие иммунотерапии при распространенном немоколичном раке легких международный опыт это конфликт интересов я онколог и директор 4 онкологического отделения и отделение онкологии и клинических исследований из клиники генри дюнан в Греции и здесь и конфликт интересов пока на этом слайде но он не повлиял и данная презентация спонсирована компанией брисомали скрипт но это не влияет на содержание моей презентации и так у нас имеется несколько вариантов терапии выбора при распространенном немоколичном раке легких это химиотерапия и иммунотерапия комбинация химии и иммунотерапии и также последняя разработка это комбинация иммунотерапевтических препаратов и естественно большим вопросом который мы хотели бы с вами вместе я хотел бы с вами вместе обсудить о том как же нам выбрать подходящую терапию для каждого индивидуального пациента и так это замечательный слайд который иллюстрирует прекрасный иллюстрирует текущий ландшафт клинических исследований при распространенном немоколичном раке легких и позвольте мне пройтись с вами по этому слайду вы видите что в верхней части этой сферы находятся клинические исследования в которых используется химиотерапия то есть схема на основе химиотерапии тогда как в нижней половине этой сферы указаны схемы которые которые химиотерапия не используется то есть соответственно эта схема в которых мы пытаемся отойти от химиотерапии как как схем выбора и в левой половине мы видим исследование у пациентов с плоскоклеточным немоколичным раком легких а справа не плоскоклеточным соответственно раком легких и мы также видим что в некоторых исследованиях используются определенные биомаркеры эффективности иммунотерапии включая pdl-1 есть исследования на пациентах с высокой экспрессией pdl-1 и также присутствие онкогенов в частности и gfr или алк если их измеи их изменений и также бремя мутации опухоли также один из показателей так что давайте сегодня поговорим в основных из клинических исследованиях и их результатах но перед этим нужно прежде чем перейти к этому разговору мы должны понимать что в этих исследованиях нам нужно понимать смогут на биомаркеры помочь в выборе оптимальной схемы сюда включается экспрессия pdl-1 бремя мутаций и более сложность как технология это иммунное профилирование и и генные отпечатки генные отпечатки и опухоли во первых давайте поговорим о влиянии или применении иммунотерапии как терапии первого ряда есть ли у нас какие-либо пациенты у которых иммунотерапия только иммунотерапия может обеспечить адекватный эффект мы знаем из первого клинического исследования которое было проведено кино от 024 которое уже прошло пять лет назад и мы получили результаты по выживаемости и мы знаем что у пациентов когда подал один экспрессируется в более чем 50 процентов раковых клеток мы наблюдаем явную преимущество по выживаемости пациент в которых мы начинаем с пембролизомаба а не с химиотерапии и также мы видим что в течение двух лет наблюдения практически более чем половина процентов выживают выжили в группе пембролизомаба по сравнению с группой химиотерапии и медиана общей выживаемости составила 30 месяцев что является очень важным результатом поскольку это пациенты с уже с распространенным заболеванием и с достаточно неблагоприятным прогнозом есть еще один препарат который одобрен для применения в тех же условиях для пациентов с высокой экспрессией pdl-1 1 и это антипдл-1 препарат антипдл-1 моноклональных антител от от азализумаб вы видите его данные его регистрационного исследования от азализумаб показал значимое высокое выраженное улучшение выживаемости только у популяции пациентов с экспрессией пдл-1 1 более 50 процентов на раковых клетках и далее недавно появился 3 препарат магазин разрешена к этому применение 7 и принимав это еще один препарат антипдл-1 моноклональных антител со явным преимуществом по выживаемости у пациентов с высокой экспрессии пдл один 1 1 несет на свойство 8 м2uring это единственное исследование которым также были включены пациенты с локально распространённым заболеванием таким образом если имеются пациенты с локально распространенным не операбельным заболеванием и высокой экспрессии пертал один 1 1 и и эти пациенты не являются кандидатами для проведения радикальной химии лучевой терапии. В такой ситуации мы можем предложить им семиплимап. Далее, как насчет комбинации к химиотерапии с иммунотерапией, как терапии первого ряда. Можем ли улучшить исходы? Здесь также имеется достаточно зрелая, скажем, данная использования к химиотерапии в комбинации с химиотерапией. Это исследование Кинот-189. Это пациенты с неплоскоклеточным раком. И мы видим, что здесь имеется явное улучшение выживаемости у всех пациентов, во всех когортах пациентов, независимо от экспрессии ПДЛ-1. Мы видим, что даже у пациентов отрицательных ПДЛ-1 мы наблюдаем явное улучшение показателя выживаемости. И также у пациентов в сходном исследовании, у пациентов с плоскоклеточной гистологией, мы видим явное улучшение выживаемости. Через полтора года у пациентов, которые достаточно сложные для лечения, это исследование Кинот-407. Мы видим четкое улучшение выживаемости, независимо от экспрессии ПДЛ-1. Вместе эти исследования, если взять исследование Кинот-Импауэр, исследование от изолизумаба, мы видим, что у пациентов как с неплоскоклеточным и у пациентов с плоскоклеточным, гистология опухоль, имеется явное повышение показателей выживаемости при добавлении комбинации химиотерапии плюс иммунотерапия, как с точки зрения показателей прогрессируемого заболения и риска гибели. Можем ли мы получить улучшение результатов, если мы добавим к этой комбинации антиангиогенные препараты? Я уверен, что вы все знаете об исследовании Эмпауэр-150. Это большое рандомизированное исследование третьей фазы, в котором оценивалось включение бевоцизумаба, то есть препараты антивиджеф моноклональных антител на химиотерапевтический каркас, и его сравнивали с добавлением от изолизумаба или без него. И в этом исследовании было соответственно три группы. В группе А была комбинация химиотерапии с от изолизумабом, препаратом антипедал-1 антител, и в группе Б была четверная схема, то есть это соответственно была комбинация химиотермии, бевоцизумаба и от изолизумаба. И третья группа соответственно группа контрольная. И также в этом исследовании были пациенты, это было из нескольких пациентов, в которых имелись опухоли с признаками анкогенности. Мы видим улучшение выживаемости у всех пациентов, то есть пациенты с неплоскоклеточной гистологией, были использованы бевоцизумабы, и четкое улучшение выживаемости примерно в течение 5 месяцев. Но если посмотреть на сравнение группы А с группой С, то есть другими словами, химиотерапия по сравнению с химиотерапией плюс бевоцизумаб, мы можем увидеть здесь, что преимущество является менее выраженным, и показатель выживаемости не является статистически достоверным. И это говорит нам о том, что комбинация антиангенных препаратов с химиотерапией несет с собой определенные, скажем так, плюсы. В этом исследовании также мы видим такой же повторяющийся паттерн, что когда имеется комбинация химиотерапии с иммунотерапией, то ПДЛ-1 теряет свою прогностическую ценность, и мы видим, что четверная комбинация была связана с улучшением выживаемости независимо от статуса по экспрессии ПДЛ-1. Есть еще один важный момент. В исследовании ПАУР-150 мы видим, что было две подгруппы пациентов. Первая подгруппа – это пациенты с метастазами в печень, но, как мы знаем, это весьма гетерогенная группа. И вторая группа – это пациенты с генами онкогенности, которые, как представляется, получают максимальный эффект от четверной комбинации. Естественно, эта схема не для всех пациентов. И в финальном анализе этого исследования показатель риска не был настолько удивительным, как здесь. Для показателя печени он составил 0.68. Но вместе эти исследования, я их показываю здесь, для того, чтобы сэкономить время, показываю себя здесь вместе, мы видим, можем сделать здесь два основных вывода. Первый вывод заключается в том, что когда мы используем комбинацию химиотерапии с иммунотерапией, то ПДЛ-1 теряет свою прогностическую ценность и свою практическую роль. Тогда, как в случае иммунотерапии, ПДЛ-1 обладает прогностической ценностью. И следующий момент заключается в том, что, как мы видим на правой части слайда, мы видим показатели кроссовера в каждом из исследований. И видим, что часто кроссовера, даже в исследовании с высоким показателем кроссовера, например, как Эмпауэр-130, преимущество по выживаемости при использовании химио-иммунотерапии, как терапевый уровень, была статистически достоверной, несмотря на тот факт, что многие из пациентов в контрольной группе в итоге смогли получить иммунотерапию, как терапию второго ряда. То есть базовый вывод может сделать следующее, что иммунотерапия должна назначаться вместе с химиотерапией в качестве терапии первого ряда, но не как схема, скажем так, спасения или, так сказать, второго ряда. Теперь давайте поговорим, перейдем к последней части моего сообщения. Это иммунотерапевтические комбинации. И это, естественно, мечта без химиотерапевтических схем, без использования химиотерапии. Возможно ли добиться, реализовать эту мечту? У нас имеется биологическое обоснование. Для этого категория нам о том, что имеется потенциально-синергистический эффект, когда мы комбинируем ингибиторы иммунных контрольных точек, то есть это СЦЛА-4 и ПД-1, которые являются важным ингибитором контрольных точек. И это связано с тем, что ПД-1 взаимодействие, ПД-1 происходит в микроокружении опухоли, тогда как блокирование СЦЛА-4 происходит во всей лимфоидной системе, везде, где находятся лимфоузлы в организме, где происходит взаимодействие между антигенопрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами. Таким образом, механизмы здесь совершенно разные, и комбинация этих двух препаратов может дать потенциально очень хороший энергистический эффект, а не просто, скажем так, аддитивное действие. Вот это исследование Checkmate 227, очень известное исследование, которое уже, скажем так, данные, которые на данный момент уже, скажем так, созрели, в котором изучалась комбинация неволумаба с эпилемумабом, и анти-ПД-1, и анти-СЦЛ-4 препаратами у пациентов с имелкокречным раком легких и экспрессия ПД-1 была важным и статификационным фактором. Пациенты с положительным заболеванием ПД-1 были рандомизированы на получении либо двойной схемы неволумаба и эпилемаб, либо химиотерапии, либо неволумаба в ОМОН-режиме, тогда как, если посмотреть на дизайн, у пациентов с отрицательной экспрессией ПД-1, то есть, соответственно, ПД-1 негативно по холяме, рандомизация включала либо комбинацию неволумаб с эпилемумабом, химиотерапию, либо химиотерапию плюс неволумаб, для того, чтобы компенсировать, скажем так, эффекты, связанные с отсутствием экспрессии ПД-1. И при вечной конечной точке в этом исследовании было, во-первых, их было две первичных конечных точки. Во-первых, безрецидивная выживаемость в зависимости от времени мутации опухоли и общая выживаемость в зависимости от экспрессии ПД-1. И как мы видим, эта комбинация показала клинически значимое улучшение показателя общей выживаемости, даже несмотря на то, что у нас была более высокая частота кроссовера, мы видим, она составила 43%, но тем не менее мы видим, что красный квадрат в начале кривых показывает, что эти кривые вначале разошлись и потом пересеклись. Другими словами, у нас были пациенты, у которых, к сожалению, они потеряли жизнь, погибли в течение первых шести месяцев лечения без возможности получения химиотерапии. Это означает, что двойная комбинация иммунотерапевтических препаратов приводит к потере пациентов, у которых эта терапия неэффективна. А лиц, ответивших на терапию, мы видим достаточно высокую эффективность комбинации неволумаба с эпилемумаб. Мы видим у пациентов, которые ответили на терапию, на схемы неволумаб плюс эпилемумаб, продолжительность терапии. Эта ответ на терапию доходит до двух лет, что чрезвычайно важно. Однако, к сожалению, не все пациенты получают одинаковые результаты терапии. Были также удивительные результаты. Чекмейт 1027. Мы видим у пациентов с отрицательной экспрессией ПДЛ-1. Также комбинация неволумаба с эпилемумаб давала положительный эффект. И эта комбинация также обеспечила важные клинические эффекты. Но если попробуем разделить популяцию пациентов с тем, чтобы понять, кто же пациенты, у которых мы получили максимальный эффект от использования двойной комбинации иммунотерапевтических препаратов, и у каких пациентов положительные эффекты были минимальны, мы видим, что клинические и статистически значимые преимущества ПДЛ-1 отрицательной группы были, что у пациентов с минимальным ПДЛ-1, но у пациентов с промежуточным, снижаем от этого до 49% ПДЛ-1, выживаемость была одинаковой в группе химиотерапии и иммунотерапии. Другими словами, эффекты иммунотерапии и химиотерапии для этой подгруппы не отличались. Если посмотреть на бремя мутации опухоли, также не было важным предиктивным фактором эффективности. Другим благоприятным практическим маркером мы видим, что обе группы пациентов, которые получали двойную схему иммунотерапии, которые получали химиотерапию, у них были существенно лучшие исходы по сравнению с другими пациентами, независимые от экспрессии ПДЛ-1. Таким образом, как же мы можем откорректировать эту недостаточность эффективности в подгруппе пациентов от 1 до 49% в экспрессии ПДЛ-1? Это было обоснованием для проведения исследования Checkmate 9LA, в котором была схема улучшенной по сравнению Checkmate 227. И, по сути, базовая идея этого исследования, или базовая гипотеза в этом исследовании, было то, что добавление ограниченного курса, небольшого курса гимиотерапии, комбинации неволома плюс супермаб, можно потенциально обеспечить быстрый контроль над течением заболеваний. Таким образом, мы не потеряем тех пациентов, в течение первых 6 месяцев пациентов. С другой стороны, мы можем использовать, реализовать терапевтические преимущества, относительно повышения общей выживательности пациентов, в случае получения комбинации неволома плюс супермаб. Это было обоснованием для проведения этого исследования. Два курса химиотерапии, и после этого пациенты рандомизировались на группу экспериментальную, которая получала комбинацию неволома плюс супермаб. Мы видим в дизайне этого исследования, что экспрессия ПДЛ-1 была фактором стратификации. И, во-вторых, мы также видим, что мы использовали достаточно низкую дозу пилимаба, 1 мг на килограмм, массы тела раз в 6 недель. Таким образом, и эту комбинацию пациенты получали в течение не более 2 лет, как поддерживающую терапию. Таким образом, эта схема выглядит достаточно сложно, но на самом деле в клинической практике она не такая сложная. Фактически пациенты получали 4 препарата только в течение первого курса терапии. Они, когда они приходили после этого, они получали неволома плюс супермабом, и они получали неволописусупермабом раз в 3 недели, и затем только на получение неволомаба. И такая схема еще через неделю, и они получали такую терапию в течение не более чем 2 лет. И мы видим, что этих пациентов состраняло мелкоклещенным раком легких. То есть примерно было 40% пациентов были отрицательны по ПДЛ-1, и с поражением ЦНС в 18% случаев. И это первый промежуточный анализ по общей выживаемости. Мы видим выраженное улучшение выживаемости при схеме химиотерапии плюс неволоп плюс иплимомаб. И самое главное, кривые не пересекались. И это значит, что мы не теряем пациентов в течение первых 6 месяцев терапии. И в обновленных данных по наблюдению за этими пациентами в течение 13 месяцев за этими пациентами эти преимущества были подтверждены и даже улучшились. Мы видим, что общая медиана выжимаемости в течение экспериментальной группы составила 15,6 месяцев. И нужно понимать, что все дуэты в это исследование включили пациентов как с неплоскоклеточным, так и плоскоклеточным раком. И мы знаем, что плоскоклеточный рак это пациенты с худшим прогнозом. Что еще интереснее, что если мы разделим пациентов по гистологическим данным, мы увидим, что имеется преимущество от терапии независимо от гистологического подсипа. И более того, имеются выраженные признаки эффективности терапии у пациентов с плоскоклеточной гистологией. Показатель риска, то есть риска составляет на 62, то есть на 38% раздвижение риска гебель. И это очень важно для этой подгруппы пациентов. И опять же, такой же паттерн, когда мы имеем комбинацию химиотерапии с иммунотерапией, ПДЛ-1 также не обладал прогностической ценностью. Те же самые преимущества мы получали независимо от уровня экспрессии ПДЛ-1, даже у пациентов с высокой экспрессией ПДЛ-1. И в качестве вывода можно сказать, что можно сказать заключение. Мой последний слайд. Вместо такого формального слайда с заключением, я хотел представить вам алгоритм, который был опубликован в замечательном обзоре Гранта. И так, что же здесь мы видим? Что имеется два важных фактора стрификации, является гистологический подтип и экспрессия ПДЛ-1. В левой колонке мы видим, что у пациентов ПДЛ-1 негативных мы можем использовать комбинацию химиотерапии с иммунотерапией. Конечно, четверная и также четверная комбинация. И далее комбинация двух химиотерапевтических препаратов в группе промежуточной экспрессии от 1 до 49%. Выборы те же самые, те же самые препараты. Однако в подгруппе с высокой экспрессией ПДЛ-1, первая, то есть правая колонка, у нас есть выбор, возможность взять моноиммунотерапию пибролизумабом, атазолизумабом или цимплимабом. И опять же, у нас имеются варианты, используя четверной схемотерапией или химиотерапия плюс двойная иммунотерапическая терапия, которая является высокоэффективной. Естественно, все еще остается неясный вопрос по оптимальному подбору терапии у каждого конкретного пациента. Я хотел бы на этом остановиться. Я хотел бы сказать, что решение о насыщении терапии обязательно должно быть индивидуализированным. Для каждого конкретного пациента каждая опухоль уникальна. У каждого пациента мы должны принимать во внимание самые разные факторы. Это общее состояние пациента, сопутствующие состояния, противопоказания к химиотерапии, противопоказания к иммунотерапии или антиангиогенной терапии, возможности, риски развития хищности. Практический момент, например, как далеко пациент живет от онкологической клиники. Естественно, мы должны обязательно обсуждать предпочтения пациента с тем, чтобы мы могли подобрать оптимальную схему лечения у этого пациента. И теперь на этом я хотел бы вас поблагодарить за внимание. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы или комментарии. Спасибо. Спасибо.